Добрый вечер, дорогие друзья! Прекрасная пятница, премьера дизель-шоу. Как же мы рады всех вас видеть! И друзья, поверьте, сегодня мы сделаем абсолютно всё, чтобы вы этот вечер запомнили надолго. Мы начинаем! Вы знаете, сейчас, ну, я думаю, вы с нами согласитесь, сейчас редко кто работает по специальности, и наши звёзды, кстати, тоже не исключение. Давайте представим, что было бы, если бы звёзды работали исключительно по своей основной специальности. Что ж, поехали! Рэпер Потап окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности учитель физкультуры. Да-да-да! Можно аплодировать! Вы знаете, если бы Потап работал по специальности, то девочки сдавали бы нормативы по стилю собачки, а у мальчиков были бы самые крепкие орешки. Физрук Потап Андреевич никогда бы не ставил двойки, а делал всем а-тя-тя-яй! Продолжаем! Певец Дима Монатик окончил юридический факультет Волынского института имени Липинского. И вы знаете, если бы он работал по специальности, то заседание суда бы делали примерно так. Владимир Дантес. Знаешь такого? Конечно. Владимир Дантес учился на экономическом факультете Национального технического университета Харьковский политехнический институт. И, кстати, он реально работает по специальности. Как экономист, все свои активы он решил вложить в очень прибыльный стартап «Свадьба с Дорофеевой» в надежде получать хорошие проценты. Да, но в реальности все получилось немного иначе. Продолжаем! Василий Веростюк получил высшее образование в Межрегиональной Академии Управления Персоналом по специализации «Менеджмент, экономика и управление бизнесом». Из Василия мог бы получиться единственный экономист, способный поднять гривну, какой бы тяжелой ситуация ни была. Продолжаем! Михаил Михайлович Поплавский окончил Горловское профессионально-техническое училище по специальности, внимание, увага, интрига, машинист электровоза. Если бы Поплавский пошел работать на железнодорожный транспорт, то обязательно сделал бы карьеру поющего машиниста. Укрзалезница была бы сверхприбыльной, а не убыточной. Продолжаем! Певица Маруф, выпускница факультета автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Да, и если бы Маруф осталась в специальности и пошла в ученые, она бы четко показала то место, где сейчас находится наша наука. Да, а все силы инженеров были бы направлены на разработку новых игрушек для взрослых. Идем дальше. Вера Брежнева окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист. Если бы она была проводница, то продала бы пассажирам столько чая и вафель, что закрылись бы все долги укрзалезницы. Да, а место в купе проводника стоило бы десятки тысяч долларов, и его нужно было бы бронировать за полгода. Да, согласна. Идем дальше. Катя Асачи окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Если бы Катя стала историком и работала над учебником по истории Украины, то княгиня Ольга могла бы выглядеть вот так. Нормально. А Владимир Мономах вот так. Актеры Дизель Студио также не исключение. Например, знаете ли вы, что у Егора Крутоголова не театральное, а педагогическое образование? Он окончил Киево-Могилянскую академию. Есть еще выпускники Киево-Могилянской академии в зале? Есть, нашелся. Да, один. Это ректор. Ну, вы знаете, если бы Егор жил на зарплату преподавателя, то я думаю, сейчас он бы имел примерно вот такую фигуру. И отдыхал бы Егор не на Мальдивах, как сейчас, а немного по-другому. А я вот не согласна. Если бы Егор Григорьевич все-таки стал преподавателем, то билеты к нему в первый ряд стоили бы не меньше, чем здесь, чем во Дворец Украины. Я с тобой соглашусь. Ну, друзья, думаю, вы убедились. Хорошо, что наши звезды занимаются именно тем, чем они занимаются, а не работают по специальности. Мы также займемся своим делом. И под ваши аплодисменты начнем Дизель-шоу! Дизель-шоу! Субтитры снимал DimaTorzok Продолжение следует...